Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Болшев Александрович. Болшев? Болчев. Болчев. Можешь немного четче говорить? Хорошо. Год рождения? 09-07-1996 года рождения. 96-го? Молодой. Магнеровец? Да. Сидел? Да. Где? В колонии строго режима Липецкого области, город Елец. За что сидел? За кражу. Сколько дали? Три с половиной года. А что, кража какая была? Ну, я дома украл барашка. Барашка? Да. Ну, я его съел. Получилось, я как, я его украл, ну, получилось у себя в селе у гаишника. У гаишника? А ты знаешь, что это гаишник? Да. А в чем как бы причина была? Кушать хотелось? Да, у нас в деревне работы нет. Там, ну, деревень, там, 10 домов. Там не работы, ничего нет. Ну, если я судимостью, с моим судимостью, ну, в другой город нельзя выехать. А у тебя перед этим была еще судимость, да? Да. А за что? У меня тоже самая кража. А что? То есть, первый раз у меня кража была, я с проникновением в жилище. Ну, в жилой дом залез. Тоже в селе? Да. У себя, да? Да. И что там украл? Ну, там тоже по еде и, ну, и так, бытовую технику. А семья есть у тебя? Да. Кто? У меня мама, папа и братья и сестры. Ну, у меня в семье 7 человек. Ого. Слушай, а что такие большие экономические проблемы, что не было что кушать? Ну, мамка у меня пенсию получает. А что там, пенсия 8 тысяч? Получает по потере кормили-то. То есть, отец у меня родной, вот, а у троих он, ну, как умер. Вот, а она за эту пенсию получает. А папа чем занимается, твой родной? Он у меня инвалид, 13 лет, уже в лежачем состоянии. В лежачем? Да. А у него ноги и руки отказали. А из-за чего? Ну, он пил в свое время 15 лет. Алкоголь, да? Да. И не мог остановиться? Нет. А ты самый младший, я так понял, да, в семье? Ну, там еще младший у меня есть. Я, ну, у нас идет, как, погодки. Угу. Там я, начиная с 92-го, 93-й, 97-й, 96-й, типа, пошел там. А работу пробовал найти? Да, до судимости я работал. То есть, ну, не воровал, ничего. Вот, я работал строительством, занимался. Ну, в Москве работал на стройке. А потом, после Москвы, там, приехал, спином связался. Так, пошел и поехал. Типа, танцевал, да? Да. Ну, подумал, я что-то, мне здесь условное дали, тоже за кражу. Ну, я, ну, работал тоже на бензоколонку. Ну, денег заработал, там, оженился в 18-м году. Ну, и, ну, то же самое, жена есть и дочке 5 лет. У тебя дочка 5 лет, да? А с барашком как было? Ты для семьи или сам был один? Да, с барашком, я как дома сидел, вон. А у меня получилось, как, не в трезвом состоянии. Ну, у меня все вот эти кражи, они получаются не в трезвом состоянии. Ну, ты как бы пил, да? Да. У меня, если я выпил, то я пошел. А с женой жил, с дочкой, или? Нет, они отдельно. А жена как бы ушла от тебя, или как? Нет, она уехала, то есть, ну, то ей тоже надо было работать, ну, как-то воспитывать. Я, ну, попросил свою течу, то есть, чтобы она на алименты подала, чтобы какие-то из колонии деньги приходили дочке. Ну, то есть, я как-то, я получил дарственные. Я переписал сначала на тещу дом, а потом она, теща, она мне, этот дом будет переписывать на дочку, чтобы, ну, дочке, чтобы осталось. Хорошо. Ты сколько отсидел, сколько еще оставалось? Мне оставалось, я отсидел два с половиной года, оставался мне ровный год. То есть, я в этом году должен, в декабре, выйти. Приехали представители Вагнера или пригожин? Я не знаю, там, кто бы приезжал, там было двое всего. Ну, там, три, у них было три звезды. На погонах? Не, ну, получается, вот здесь вот, или здесь, я уж точно не помню, три звезды. Ну, то есть, рассказывали, то есть, что это, ну, это уже по слухам в лагере, что это, ну, три звезды ЛНР, ДНР и Герои России. Ну, то есть, потом, как все это, ну, они как объяснили все, у нас было в колонии 655 человек, вот, и, то есть, как, ну, всех собрали в колонии, вот, и, ну, они начали рассказывать, ну, то есть, там будут вам денежные выплаты, выплачиваются, а, и бумага чистого листа будет, вот. Ну, я не знаю, что из нашей колонии согласилось 400 человек. 400? Да. Больше половины, окей? Да. Вот, ну, они, вот этот представитель, он, я бы сказал, я точно не знаю, кто он такой, вот, или от Минобороны, я не знаю, вот. Ну, то есть, он сказал, я оставляю своих двоих людей, они будут заниматься, ну, документы там, кто, вещи инфицированы, отдельно, а здоровых тоже отдельно, вот. Ну, а вот этих вот, ну, обиженных, за ним какой-то другой прилетит, короче. Обиженных тоже брали? Да. Ну, там, как он, нам объяснили, что за ними другой прилетит обиженный. Угу. Ну, ну, так, вот. Ну, нам сказали, вам надо ждать три недели до отправки. Это когда было? Это было где-то в сентябре месяц. Ну, потому что с девятнадцатого на двадцатого, по-моему, мы в ночь уже отправлялись. А ты помнишь, вот если я тебе сейчас фотку, например, покажу, тот или не тот бы приходил? Угу. Был? Да. Он был? Да. Зеленый свитер. Это Пригожин. Правильно? Да. Ну, лицо бы знакомо, вот это, да. И зеленый свитер. Да, это Пригожин. Он, как бы, чувака Вагнер. Самый главный. Да, только зеленый свитер не хватает. Ну, он здесь в этом. Он здесь в костюме, но я не могу там найти, например, зеленый. Ну, он, да? Ну, да. Тоже, когда я в плену был. Это, это, это Пригожин? Ну, вот он, да. Да. То есть лично приезжал к Пригожин, окей? Ну, вот. Ну, что дальше там? Ну, нам начали заниматься документами. У нас раскидали, ну, вот эти ВИЧ инфицированные. Ты здоровый, да? Да. Ну, я сам в столовую работал. Угу. Поваром. Ну, мы, как говорят, ждали три недели. Вот. Потом, ну, где-то, ну, где-то так до девятнадцатого, двадцатого что-то числа нас спецмашины начали грузить ночью уже. Ну, нас там в клубе собирали, там по вещевому удовольствию говорили. Вот. И потом, то есть, после этого всего нас отправили на военный аэродром. То есть, уже, ну, на погрузку. И, получается, как бы мы прилетели в Ростов, что ли, я не знаю. Вот. Нам там, то есть, обули надели, вот. А потом погрузили вертолеты, и мы полетели, короче, в поле. Вот, там, Уралы ждали. И, то есть, нас выгрузили из вертолетов. Вот. Они нам сказали, 10 минут перекура, грузимся и едем дальше. Ну, мы, как бы, погрузились в Урал, вот. Вот. И все, короче, когда Урал поехали, тенты закрыли, мы даже ничего не видели. В плен когда взяли? В плен, по-моему, у меня точно числа, я не могу сказать, ну, где-то 25 или 26 ноября. А где? Под Бахман там. Там, получается, лесополоса была. У нас, получается, одна лесополоса, вот она. Вот. А здесь идет дорога, ну, такая, грунтовая. Вот. Ну, и здесь лесополоса, ну, и здесь я березовую посаду тоже. Нам надо было с этой лесополосы занять позицию на другой в лесополосе. Ну, то есть, начали штурмовать. Ну, в ходе этого штурма, то есть, ну, как мы, как, меня послали первым, за мной двинулись остальные, остальные. Вот. И, получается, мы с ВСУ столкнулись лоб по блоку. Здесь началась перестрелка. Вот. Ну, командир по, это, прошумел все по окопам. Вот. Мы все по окопам начали, короче, ну, в ходе этого штурма, ну, упали в окопы. Ну, перестрелка началась. Вот. Смотрю, двое, короче, пробежали. Вот. Ну, их сразу, да, за двух сотила. Ну, потом, вот, смотрю, командир там побежал. Ну, тоже. Я, получается, а у него, как, у нас бронежилеты, вот. А сзади эвакуационный трос. Я, получается, его за трос начал вот тянуть. А здесь у него, как, птичка, я не знаю, что-то скинула. Ну, и вот, там вообще, ну, за двух сотил, ну, естественно, я осколок получил. Куда получил осколок? Ну, у меня, получается, в ногу здесь, вот. Угу. У меня за, вот, за два месяца, ну, у меня, ну, ваши врачи вылечили быстро. А сколько из колоний вообще пошло человек? Все 400? Да. И все с тобой воевали под бахмутом, да? Нет, там их раскидали. Ну, то есть, кто кого. Ну, кто на эвакуацию, кто, ну, тоже по разным позициям. Ты штурмовик был? Да. Стрелок? Да. У нас все стрелки. Из 600 человек с колонии забрали 400. Это почти вся колония. Ну, да. А ты слышишь, что с ними сейчас? Ну, как мне уже рассказывали, что с моей группой никого не осталось. То есть, ты единственный выживший? Да. С твоей группой среди 400 человек? Ну, как мне рассказывали. А там, это я был, я в Херсонской области, что ли, когда меня привезли уже из бахмута. Угу. А меня посадили в подвал, вот. Они начали тоже видео показывать. Узнаешь, ну, я там всех узнал своих. Все 200-е, да? Да. А смотри, а как вообще воюет Вагнер? Воюет Вагнер, ну, блин, таких специалистов я не видел. Только видел, вот, как я. А ты какую-то учебку проходил или нет? Да, мы проходили учебку. То есть, у нас учебка состояла из этого, как его, ну, перезарядка оружия, эвакуация, вот, медицина и полигон. Ну, и прохождение в тройке, и все. Три недели. Какие законы среди Вагнеров вообще? За дезертирство что? За дезертирство, ну, я это точно не знаю. Ну, как по слухам, уже говорили другие, уже, что за дезертирство, полагается, что пострелы, ну, там, я не знаю. Ну, сотый. Слушай, а вот то, что ты пошел на войну, это чисто шкурняк был? Ну, как, он пообещали, там, денежные выплаты и чистый лист. А сколько денег обещали? Ну, первые, там, 100 учебные. Ну, то есть, боевые уже 200. Получал деньги? Нет. Вообще нет? Вообще нет. А как должны были давать наличкой? Ну, нет, как нам объясняли, что денежных выплат у нас не будет, мы дали, короче, координаты, то есть, ну, родственников. То есть, родственники, они сами будут получать. Так, а связывались или нет? Нет. Я, когда, последний раз я звонил из колонии 10 сентября. А ты не знаешь даже, да? Нет. Получали ли они или нет? Я вот с того момента больше я не связывался. А смотри, вопрос. Ты с кем-то советовался из родных, что пойдешь? Да, я с матушкой разговаривал. Он мне сказал, что дело твое. То есть, можешь идти, можешь не идти, да? Да. Ну, а потом с женой созвонился со второй. Со второй женой уже? Да. У меня, получается, бывшие и, ну, уже официально. Официально. Да. Блин, ты быстрый ватом, короче. Ну, я расписался второй раз в колонии. А, она откуда? Она с Самарой. Откуда? Город Самара. А как вы познакомились? Ну, через интернет. А она приезжала, да? Да. Ну, как бы, в колонии была сотосвязь раньше. Угу. Ну, я так через интернет познакомился. А сейчас, я слышал, что администрация вообще закручивает гайки, да? Вот это, да. А почему? Ну, они, вот, я так понял, то есть, они тоже на этом, то есть, ну, как бы, в колонии становится режим более тяжелый. Вот. Ну, и, соответственно, то же самое, что вот так вот. И толкают, как бы, чтобы записывалась Вагнер? Ну, я так понял, что да. Как боюют ВСУ? ВСУ? Ну, ВСУ я своими глазами, то есть, ощутил более-менее... И у меня просто вот это вот, я увидел только, что они, вот эти птички, летают. Ну, и... Дроны. Ну, я не знаю, как. Дроны. И как они стреляют. И все. Буа, остальное не успел даже и посмотреть. А Вагнера как? Клупо идет? Вагнера, ну, они как бы... У нас зато дорога только вперед. А как? Дорога только вперед. Ну, это все как в тире, да? Расстреляют? Ну, идешь не шагу назад. Хочешь что-то сказать украинцам? Да, я хотел бы сказать одно, чтобы меня обменяли на украинских военнопленных тоже, вот, чтобы вернулся я к своим родным, близким, к маме, к отцу, ну, ко всем своим. И то же самое, чтобы дочку видеть. Смотри, а вот у тебя контракт полгода. Да. Тебя теоретически меняют. Полгода еще не прошло. Ну, я в марте. В марте. Ну, до марта еще дожить нужно, да? Вот, теоретически тебя меняют. Тебя возвратят на фронт? Да, я не знаю, что будет. Не знаешь? Нет. Боишься возвращаться? Ну, я не знаю, но хотелось бы вернуться к своим близким. Ты с мужем навоевал, да? Нет, я с ним не воевал, я просто с ним столкнулся. Где? Ну, на этой базе в Херсонской области. А что он за человек? Ты знаешь, что с ним случилось, да? А? Ты знаешь, что с ним случилось? Ну, я как бы, я с ним не так уж и близко столкнулся. Это мне уже, когда меня туда привезли, а его уже забрали. Вот, мне ЗСУ уже рассказывал про него. Что он нормальный пацан там был. Ну, работал, крыши крыл. И здесь его забрали. Россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам? Я не знаю, что им сказать. Это их не политика. Я не знаю, зачем эта специальная военная операция началась. Вообще не понимаю. Ну, я думаю, все, скоро это все закончится. И больше ничего. Просто единственное, хотелось бы попасть домой поскорее. И все. Ну, то есть военных пленных с Украины обменяли. Ну, тоже на нас, на Вагнур.